Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Время поговорить о том, как жив наш отечественный бизнес в непростых условиях российской действительности. Извините за пафос. Все, наверное, гораздо радостнее выглядит. Мне, очевидно, так кажется, особенно сегодня, глядя на моего гостя, во-первых, и тема сегодня замечательная тема. Я вообще люблю то, о чем мы сегодня будем говорить. Ну и, наверное, это актуально. Сегодня мы говорим о часовом бизнесе в России и вопрос такой, я бы сказал, классический вопрос. И связанный не только с часовым бизнесом, а с бизнесом во многих отраслях. Звучит он так. Могут ли российские, дальше идет сегодня, часовые бренды на равных конкурировать с западными? Ну, пройдет всего лишь менее часа, и мы услышим ответ на этот вопрос, как минимум, от моего гостя. Сегодня в гостях я с удовольствием представляю. Это Жак Фон Палье, председатель Совета Директоров и креативный директор часового завода «Ракета». Добрый вечер, Жак. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, для вас информация традиционная. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495. Также есть сайт компании finam.fm. Используйте эти ресурсы для того, чтобы задать вопросы сегодняшнему моему гостю. Я думаю, еще раз повторю, что вопрос этот, да, ключевой вопрос, могут ли вообще российские что-либо, что-либо российское на равных конкурировать с западным? Сразу же, Жак. На мой взгляд, все-таки несколько парадоксальная история. Мы сегодня будем говорить о российском, да, причем до глубины костей, что называется, российском предприятии, заводе «Ракета». Тем более, что, в принципе, в этой отрасли он один из последних, один из магикан, да? Последний. Последний даже, последний. И я, заметьте, вот в чем парадокс, разговариваю со французом об этом. Да, действительно. С человеком, который приехал из-за границы и поднимает наше российское производство. Вот это вот главный парадокс нашей действительности, ну, куда от него деваться. Пока мы закроем на это глаза. Итак, Жак, что вас привело всей Пенаты, собственно? Ну, вы знаете, во-первых, спасибо вам большое, что вы меня пригласили на «Финам.ФМ». Мне здесь очень приятно и очень рад, что мы поднимаем очень интересную тему. Производство России. Мне тоже интересно, что мы будем сейчас сравнивать наше производство с западным производством. И что нам надо делать, чтобы страна, как Россия, которые создали Чайковский, Рахманинов, Менделев, Толстой и много других, имели тоже бренды на международный рынок, которые не только «Газпром» и «Лукойл». Хорошо, хорошее вступление, да, «Газпром» и «Лукойл», да, это нормально. Так, я понял. Что вас привело-то сюда, собственно? Я понимаю, что вы давно занимаетесь этим бизнесом, да? Ну, не так давно, я три года уже работаю. Ну, во Франции, по крайней мере, вы или имеете отношение к часовому бизнесу? Никак. Я уже 15 лет, даже больше, уже в России. У меня корни из России. Моя семья, какой-то там час моя семья жила в России до революции. И действительно, мне Россия всегда была очень интересна. Я очень рад, что я смог во время учебы прилететь сюда в 95-м год первый раз. В 95-м году первый раз и прилетели? Да, действительно. Ну, это не самые такие, я бы сказал, яркие времена, я имею в виду, благозвучные, что ли. Ну, я думаю, что сравнивается с Францией, эти времена были наоборот очень яркие. Ну, яркие в таком негативном, может быть, смысле слова. Я думаю, что вообще последние 15 лет Москва был, наверное, самый интересный город в мире. В мире, да? Да. То есть именно вот с точки зрения изменчивости, да, за малый период времени произошли такие метаморфозы, что... Я помню в 95-м год, что на улице Тверская не было одного витрина. Как? Волей, может быть, Централь Телеграф, еще после 5 вечера она отключилась. Да, 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 уже темно было, естественно. Все было темно, а сейчас это так ярко, что элисейские пола отдыхают. Мы хотели сравнивать наш завод с западными заводами. Я это делаю с удовольствием, потому что первое, что можно сказать, интересно, и это важно, потому что мы сейчас стараемся создать или поднять бренд «Ракета» на мировой уровень. Что надо, чтобы люди хотели какого-то бренда? Это или чистая реклама по телевидению, по радио... Ну да, то есть по мозгам все время бить, 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 бить... Или убеждайте Джеймс Бонд, чтобы он носил ваши часы, вы хотите быть похожи на Джеймс Бонд и будете купить эти же часы. Ну, кстати, вот этот вариант возможен вполне, учитывая... Это есть вариант. Надо просто заплатить, да, и киношникам, да, и он будет ходить в чем угодно, чтобы деньги платить. Или вы пройдете третий путь для завода без деньги, как наш. Это более хитрый путь. У вас есть свои аргументы. Во-первых, это старейший завод России, ему 300 лет. 300 лет? 300 лет, да. Его создал Петр Великий в 1721 году. Какой часовой завод на Западе имеет такая история? Брегей, наверное, 200 лет. Самый старейший завод Швейцарии. В Швейцарии, где не было ни революции, ни войны, уже 500 лет, легко иметь такого бренда, который имеет 200 лет истории. В России, где были и революции, и блокады, и перестройка, и еще хуже всего приватизация. Это очень сложно, чтобы какой-либо завод пережил эти времена. Ну, это не значит, что это неинтересно. В России пропали очень много интересных брендов. Во время революции пропал Фаберже примерно. Это был мировой бренд для этих условий, для этих времен. Во время приватизации пропали очень много брендов. Московские бренды. Советские, наверное. Советские, полет, слова, если это часовая индустрия. Они уже, к сожалению, не производят. Есть какие-то люди, которые имеют эти бренды, которые сегодня занимаются какой-то импорт из Китая. Напишут, сделано в России, большие буквы КГБ и продаются на Старый Арбат. Ну, это я бы не назвал настоящей часовой индустрией России. Ну, очевидно. Очевидно, да. Второе, что интересно с нашим заводом, что он имеет уникальный ноу-хау. Такой ноу-хау, который даже в Швейцарии очень редко. Мы производим свой механизм с начала до конца. Абсолютно каждая деталь. Это в Швейцарии почти никто не делает. Это делает Rolex, Swatch Group и почти все. То есть основная масса счетовых заводов это сборочные предприятия, что ли? Я так понимаю? Они какой-то там час производят. Ну, еще раз. Почему вы бы купили какие-то часы? Или James Wallen носит? Или у вас есть что-то интересное? Ну, в частности, я купил часы именно потому, что они швейцарские. Я купил, это первая была мотивация. Потом я, конечно, смотрел на ценник, потому что я не всякие часы могу себе позволить. Вот они в бюджет мой попали. Вот они швейцарские и они мне доступны. Хорошо, теперь я буду вам дать по-другому вопросу. Вы в Шереметьеву, в зоне дюти-фри. Вы улетаете. Хотите что-то купить из России. Черная икра закончена. Что вы делите? Там в районе есть Беллэйс, макияжер Шанель и парасунки Луи Виттон. Так. Значит, мой конкурент, он швейцарские часы или черная икра. Что у нас есть, сделанное в России, которым можно гордиться, кроме калашников? Что у нас есть? Какое у нас есть модное аксессуарное? Да, да, ну там есть стандартный набор, так мне не хочется его озвучивать, но мы все знаем. Да. Водка, балалайка, матрешка. Хорошо, хорошо. Есть, действительно. И действительно, на мой взгляд, спрос на русские бренды будет растить. На сегодняшний день есть дефицит. Я не жал во время Советского Союза, но я понимаю, что после развала Советского Союза, люди отказали от всего, что произведено в Россию. Их закрыли в какой-то бокал, и все открылось. Все мечтали жить в Нью-Йорке, все мечтали носить футбольки с надписью «Россия». Уже мечтали быть не таксистом в Нью-Йорке, а менеджером в «Газпроме». И девушки уже мечтают выйти замуж на менеджера «Газпрома» больше, чем на какой-то иностранный, который случайно появился в Москве. И это изменение, оно будет чувствоваться. Сейчас модные журналы, и они что-то решают, обсудят русские дизайнеры. Западные бренды создают коллекции в стиле «Россия». Карл Лагерфельд только что создал специальную коллекцию в стиле «Россия», в русском стиле. У «Лисс Нарден», который очень популярный бренд в России, продаются часы, сделанные в Швейцарии, на циферблате разрисованы красную площадь. 80% продажи у «Лисс Нардена» для России. Но сделаны в Швейцарии, тем не менее, часы. Ну, они еще пока есть часы, сделанные в Швейцарии, да. Пока. Международные фирмы, которые заработают на международные бренды, как LVMH, которым принадлежат почти все мировые бренды, как Pino, как Richemont, они все смотрят на эти страны, которые будут. Это Россия, Бразилия, Китай. Эти страны – их клиенты. Смотрите, LVMH, они большинство продают в этих странах, а уже не во Франции. Ну, мне кажется, опять-таки, в этом есть логика и логика бизнес-логика, да. Почему они смотрят на Китай, на Россию, на Бразилию, да, у нас там Индия еще в этом списке, да, странный брик. Это страны, развивающие наиболее, ну, по крайней мере, последние несколько лет, наиболее интенсивно развивающихся экономик. То есть это рынки сбыта. Во Франции действительно, наверное, уже, ну, извините уж, я такие российские, позволю себе слова, но там уже наелись этого всего. А в России, в Китае и так далее еще не наелись. Более того, да, в России, в Китае и далее по списку есть, да, есть деньги, есть деньги, они готовы все это поглотить. А во Франции уже, ну... Ну, такие фирмы, как LVMH, что интересно, на чем они смотрят на будущие 10 лет? На местные бразильские бренды, на местные китайские бренды. В этом тоже есть логика. Жак, я прошу прощения, мы сейчас должны прерваться, мы послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем наш сегодняшний эфир, горячий эфир, я бы так его назвал, потому что мы сегодня обсуждаем, ну, во-первых, достаточно актуальную историю для российской экономики в целом, во-вторых, у меня замечательный гость, я представлю его. Если позволите, Жак, я добавлю и ваш титул, потому что это многое будет, да, определять в дальнейшем, может быть, в нашем разговоре. Итак, полностью, да, мой гость звучит так, граф Жак фон Палье, председатель совета директоров и креативный директор часового завода «Ракета». Мы обсуждаем сегодня, как жив часовой бизнес в России и могут ли российские часовые бренды, ну, как оказалось, он один остался у нас, к сожалению, на равных конкурировать с западными. Жак, сразу вопрос, у нас есть звонок от Юлии, будем ее держать на линии или сразу, девушки? Пожалуйста. Давайте, давайте. Итак, внимание, Юлия, добрый вечер, вы в эфире, говорите. Да, здравствуйте, я очень рада, что я дозвонила, до вас случайно включила вашу передачу, и я бы хотела узнать, а где я могу купить часы «Ракета»? Где можно купить часы «Ракета»? Вы же готовы потратить деньги? Ну да, мне это очень интересно, знаете, я услышала. Это очень, в принципе, очень хороший вопрос, я вас благодарю за такого, это дает причину, где чуть-чуть рекламы, но не только. Важно, когда создаете бренды, чтобы его поднять и сравнивать с западными брендами, быть очень осторожно, где вы продаете, потому что покупка – это участвует в удовольствии. Если вы покупаете где-то в подвале, в переходе, конечно, ваш бренд чуть-чуть страдает. И мы старались последние 2-3 года, когда мы работаем с этим заводом, чтобы только заработать в очень красивом местах продажи. И мы в этих местах, где действительно представлены западные великие бренды. Это в ЦУМ, это в Подиум, это сейчас скоро будет на Цветном бульваре, в этот новый модный торговый центр. Это в Питер в Статус, это в Бабушки. Такие места, которые продаются западные бренды, и мы очень рады, что мы так и пропали в этих местах. Когда мы начали спасать наши заводы, наши исторические заводы, которые можно больше сравнивать с музеем, чем с фирмой, люди спорили, вы никогда не будете продать околозападные бренды. И вот и мы продаем. Это первая маленькая победа, но это большая часть, которая важна, сеть продажи, чтобы создать настоящий бренд. Я с точки зрения потребителя сразу хочу сказать, что я в ЦУМ прихожу, когда я воспринимаю эту торговую точку как музей. Потому что ценники, которые и на часы в том числе, и на все остальное, ценники запредельные какие-то. Это значит, что и ракета также стоит? Ну, ракета пока не так дорога, надо спешить, пока еще есть нормальные цены. У нас ценовая политика очень стабильна, мы стараемся, чтобы все места продажи были один и тот же цена. И ЦУМ включено. Они не дороже, чем другое место продажи. Вот это любопытно, потому что понятно, что если вы в ЦУМе арендуете торговую площадь, а там я предполагаю, да, цена торгового мер, то мама не горюй, это все на ценнике сразу отражается. Просто ЦУМ одна из этих фирм, которые решили нас поддержать. Мы понимаем, что мы еще не совсем Rolex. Мы скоро будем, но еще не совсем. И действительно, на первый взгляд, есть под вопросом. Мы подходим к ЦУМе, где действительно эти великие западные бренды. И есть какие-то там великие торговые центры, они решили нас поддержать. Давайте, пожалуйста, поставьте свою витрину. Даже нам так хорошо поддержат, что обычно надо помогать с рекламой и все и так далее. Они нам это все отменили. У нас какой-то мини-привилегий. Да, это какую-то благотворительность, можно считать. Нет, это действительно, нам это чуть-чуть надо. Потому что, понимаете, есть какие-то часовые магазины швейцарцы, где придет швейцарский бренд, я не буду их назвать, но они говорят, здесь будет только швейцарский бренд. Если будет такой ракета, выгоняйте его сюда. И я вам скажу, эти бренды, мне это чуть тяжело. Они заработают огромные деньги в России. Россия большой рынок для них. Они продают все эти часы за миллионы долларов с бриллиантами и золотом. И они хочут руководить здесь, в России, в часовой магазин, здесь, в России, чтобы последний завод, который действительно манифактура, его не пускали в этом магазине. Я честно думаю... А у них есть такая возможность? Они давление сделают. Понимаете, если фирма имеет эти великие западные бренды, они говорят, вот, у нас 10 брендов. Она может просто заказывать музыку. Все, они могут... И это где-то очень нечестно. Конечно, слава богу, много магазинов противляются к этому. И можно их поздравить, что они нас и решили. Много из этих брендов, которые хотят в местном магазине запретить продать русские бренды, это бренды, которые меньше имеют know-how, чем мы. Которые меньше и производят сам на свои заводы, чем мы. Они закажут свои детали или у Swatch Group, или еще хуже, где-то в Китае. И потом они хотят руководить здесь, в Россию, кто имеет право продать и кто нет. Жак, есть еще один звонок, давайте послушаем. Илья, добрый вечер, вы в эфире говорите. Добрый вечер, добрый вечер. Ну, гостю хочу сказать право, потому что когда иностранец, пусть даже с русскими корнями, говорит, что это наша страна и переживает за именно российский бренд, за российскую марку, ну, ничего, кроме снять шляпу и отдать дань уложения к вашему. Согласен, согласен, Илья. А вопрос у меня такой, вот насколько я понял, бренд «Ракета» будет как бы в верхней ценовой категории, учитывая место продаж, сравнение с такими великими брендами, как там «Ролекс», ну и так далее. Вот, поэтому вопрос. Ведь российские бренды, по крайней мере, в советские годы, отличались еще и достаточно демократичной стоимости моделей, отдельных моделей. То есть были люксовые, там, командирские, там, и так далее. А были и простые, надежные часы. Будет ли такая, как бы, вот расширяться линейка моделей «Ракеты», чтобы действительно, как вы правильно вначале сказали, что часы красивые, но есть такое слово, как бюджет покупки. Совершенно верно. Спасибо, Илья, спасибо вам. Ну, прежде всего, извините, я уже присоединюсь к Илье, да, это вопрос патриотизма. Вам снимаем шляпу, вам огромное... Спасибо большое. Огромное спасибо. Спасибо большое за поддержку, я стараюсь отвечать на этот вопрос. Большая разница между Советским Союзом сегодня, что газ, электричество и аренда стали платными. И когда мы начали этот проект, у нас были два возможных стратегии. Простая стратегия, просто закрывать завод, все заказать в Китай, написать «Ракеты, сделанные в России» и продать дешевые часы. Мы решили этот путь не пройти, и мы решили сохранить завод. И с надеждой, что со временем люди будут это оценить. Ну, сразу скажу, производить Россию в России – это не дешевое. Это дешевле и легче производить в любой другой стране, чем Россия. В России очень тяжело производить, за какие-то причины, которые я сейчас не буду обсудить на эфире, которые все знают. Наверное, даже легче производить в Афганистане, если честно. И действительно сохранить свое производство, производить каждый деталь и механизм. Самый простой механизм – там 150 маленьких деталей. Каждый из этих деталей мастера на заводе его подготовит, его резет в металл, его проверяет, и потом его занимается сборкой. Дешевые часы не получатся, к сожалению. И они будут даже, к сожалению, еще дороже. Пока наш ценовой диапазон – это между 7 тысяч и 20 тысяч рублей. И сейчас мы выпускаем модели, которые будут, конечно, еще лучше. У нас будет автоподзавод, у нас будут какие-то такие хорошие модели. Они будут еще дороже, к сожалению. Ну, смотрите часы, которые продаются, скажем, за 100 рублей. Большинство этих денег уходит в дистрибуцию. Это мало люди, может быть, знают, которые слышат. Но магазины берут 50%. Там дистрибьюторы берут еще 20% от цены. И завод, он старается, чтобы он производил, он должен, чтобы жить более-менее, производить за 20% максимально от стоимости в магазине. И действительно, когда вы сам производите, к сожалению, цена растет. Ну, мы надеемся, что мы будем производить такое качество, что наш гость, который звонил, может тебе купить одну модель часы, и он будет работать на всю жизнь. Мы всегда говорим, да, что цена соответствует качеству, правильно? Если эта цена вот такая, а качество так себе, тогда нет логики. Ну, это не только качество. Это качество очень важный момент, но это тоже душа этих часей. У нас ДНК очень простой, сделано в России. И для этого надо платить чуть-чуть. Мы не можем. И мне тоже, что очень интересно, очень много известных людей в России мне звонят и говорят, дай часи бесплатно, я буду их носить, тебе рекламировать. И они купят свои часы за безумные деньги в швейцарские бренды, и потом хотят, чтобы русские бренды им дали бесплатно. К сожалению, это не получится, потому что это действительно очень тяжелая работа. Часовой завод, я не знаю, если есть что-то сложнее в производстве, чем часовой механизм. Это очень-очень сложная. Иногда говорят, если какая-то сложная работа, это практически с точностью часового механизма. Об этом всегда есть идеологическое выражение. Ну, это очевидно. У нас есть звонок, у нас, к сожалению, не так много времени до новостей. Давайте успеем послушать. Виктор, добрый вечер, вы в эфире. Говорите. Добрый вечер. Вот такой вопрос. Кроме часов непосредственно личных, наручных, есть такой большой рынок, как система чистофикации, которая тоже на российском рынке совсем не представлена. Но вот некий планов подготовить еще российский бренд для систем чистофикации зданий и так далее. Чистофикации зданий. Ага, понятно, понятно, понятно. Вопрос такой. То есть мы говорим о наручных часах, да? А есть часы еще, ну и, естественно, приличных, да, марш, да. Где-то вот на каких-то помещениях, в каких-то помещениях, на каких-то зданиях, на вокзалах и так далее. Ну, это, конечно, не наша специализация, но мы недавно создали такие часы. Есть один из зданий, которые были под реконструкцией в Москве, на, стараюсь вспомнить место. Это здание недалеко от Кристоспасителя. Это здание историческое, там Бульгаков писал «Мастер и Маргарита». И там, даже в роман «Мастер и Маргарита» Маргарита летает вокруг этой башни. И в этой башне есть часы огромные. И они уже шесть месяцев от завода «Ракета». Это говорит само за себя. Эти архитекторы, которые занимались реставрацией, они с нами связывались. Они хотели что-то чуть историческое, как часы. И это были исключения, но это не наша специализация. Я понял. Ну, в данном случае надо говорить о том, что, да, если архитекторы, реставрирующие это здание, были озабочены тем, чтобы это максимально, да, было исторически точно, тогда это должен быть российский бренд. Вот это логично. Ну, и наша специализация на сегодняшний день – наручные часы. Наручные часы, я понял. Мы вернемся чуть-чуть с вами к разговору о том, что за границей сейчас, за рубежом, за пределами России, очень, ну, слово вот это, наверное, не очень корректно прозвучит. Но, тем не менее, мне казалось, что это в этом суть. Очень модно сейчас все российское. А ведь мода – это вещь такая эфемерная. Но сейчас модно, через пару лет это будет не модно. И тогда мы все эти российские бренды опять будем забывать, будем отходить от этого. Я думаю, что Россия вечная. Безусловно, Россия вечная. Просто интерес к России. Вот почему он такой сейчас, да, вы рассказываете о том, что, да, ваши партнеры за рубежом, значит, на циферблате, Кремль надо нарисовать, да, модные дизайнеры говорят. Я вам скажу, есть дефицит, да. Если вы хотите что-то носить, русская душа, если вам достали купить что-то западное с каком-то красной площади, значит, что дефицит. Есть просто дефицит русских брендов. Это просто факт. И я думаю, что их будет, уже будет, уже чувствуется, кипит. Есть креативные люди, которые создают свои бренды. Кто-то будет жить дальше, кто-то нет. В принципе, ответ через 20 лет. Ну это да. Это все молодые дизайнеры, кто там будет на пару годов, кто-то просто жен, какой-то богатый человек, на который бросил миллион долларов, чтобы создать какой-то бренд, который действительно, наверное, недолго будет жить. Жак, сейчас прервемся, новости на Финам ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем, продолжаем наш разговор сегодня в гостях. У меня граф Жак фон Палье, председатель совета директоров и креативный директор часового завода «Ракета». И вообще, я хочу сказать, очень мужественный человек, приехавший к нам из Франции для того, чтобы поднимать наш отечественный, забытый, да, но тем не менее, брендовый завод, завод часовой «Ракета», который имеет историю, трехсотлетнюю историю, боже мой, почему мы-то с вами этим не занимаемся? Ужас какой. Ну, это не совсем так, есть много людей, которые помогают. Все-таки. Да, есть, во-первых, сотрудники из завода, они пережили такие сложные периоды в 90-х годах, где зарплата не были, они спасали завод, они дальше работали без зарплата, они дальше собрали эти часы, они даже работали в такие условия, где не были достаточной деньги, чтобы платить на отопление. И тем не менее, они... Я могу сказать, что они тоже как-то спасали этого завода. Действительно, в какой-то момент надо был какой-то человек, который взял это в руках, чтобы это чуть-чуть организовать, адаптировать на современные условия, потому что эти старые люди, они, конечно, жили в этот Советский Союз, и по современному бизнесу действительно не были специалистов. Даже если они суперспециалисты по часовой отделе. Здорово. Есть звонки огромное количество, причем давайте мы будем отвечать на них. Роман, Роман, добрый вечер, вы в эфире говорите. Здравствуйте. Я немножко интересуюсь часами. Огромное вам спасибо, Жак, за то, что вы делаете. Я хотел узнать, слышал что-то о каком-то специалисте из Швейцарии, которого вы привлекли, если не ошибаюсь, из роликса, если не ошибаюсь. Можно чуть-чуть поподробнее про это все, того, что хотел бы выяснить? Понятно. Спасибо, Роман, спасибо за вопрос. Да, действительно, Роман, спасибо, хороший вопрос, потому что я бы почти забыли об этом рассказать. Действительно, есть русских, которые нам помогают, и действительно, я критикую швейцарии, но швейцарии тоже как-то участвуют в нашем проекте. Нам повезло, что мы нашли один из топ-10 специалистов швейцарии, чтобы помогать на заводе. Это бывший директор отдела спирали «Баланс», это самая сложная часть завода «Ролекс». Он сейчас живет в Петергофе и руководит производством. Есть директор завода, и он прямо отвечает за производство. У него несколько заданий. Он у нас уже работает 5 месяцев, он уже планирует, он уже живет там, он планирует, что свою жену и дети еще пришли к нам в Петергофе. И у него задание — получить все швейцарские сертификаты. Это Коск, это Кронофиабло. Эти же сертификаты, которые даже для швейцарского бренда не так легко получить. Которые действительно докажут... То есть часы технологично должны соответствовать, да? Вот это высший пилотаж, это называется? Да, там это высший пилотаж. Действительно, эти часы мы будем их отправить в эти государственные лаборатории в Швейцарии. Они будут эти часы мучить несколько недель, там с вибрацией, шоками, бросить эти часы. Это как, знаете, эти мерседесы, которые сбросили через стену, чтобы смотреть, как они реагируют. Да, да, да. Вот похожие тесты, да? И задание номер одна от наших специалистов — это получить все эти сертификаты из швейцарской индустрии. Задание номер два — сейчас есть огромный дефицит в Швейцарии, в самом Швейцарии, часовые детали. Много из брендов закажут свои детали в Swatch Group. Это самый сильный часовой групп, который имеет очень много бренда. И Swatch Group уже не хочет продать эти детали чужими брендами. В результате много из этих швейцарских брендов связываются с нами сейчас, чтобы купить у нас эти детали. Надо будет их адаптировать к швейцарским моделям, к швейцарским механизмам. И большая вероятность, что через полгода, может быть год, в самые дорогие швейцарские модели будет спираль и баланс, это самая важная часть. Это процессор механических часов будет из Петергофа, из России. Да, российский. Браво, браво. Это здорово. Еще один вопрос. Еще один вопрос. Михаил, говорите вы в эфире, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Мне интересует такой вопрос. Какой целевой сегмент аудитории, даже класс, наверное, на какой класс народа ассоциированы ваши числы, предназначен. Потому что, на мой взгляд, конкурировать с такими брендами, как Rolex, Дзенетти, Паттек Филипп, бессмысленно, я имею в мировом масштабе. Если, конечно, в России, то, например, первый у кого-то страны наденет их, то да. Тогда пойдет в мода. Смотрите, пожалуйста, на этот вопрос. Спасибо. Спасибо, Михаил. Ну, еще раз, да, я переведу, наверное, в какой-то степени, да, вопрос Михаила. Он интересуется, на какую аудиторию, да, на какую целевую аудиторию рассчитаны часы ракета. Ну, может быть, даже и не столько по их бюджетной, так сказать, стоимости, сколько просто по их, ну, я бы сказал так, брендовой, да, соответствию. Потому что вот Михаил говорит, да, ну, конкурировать в России с Rolex или с Паттек Филипп, наверное, и бессмысленно, да, и дает такую задачу. Ну, я с Михаилом не согласен. Так, так, так. Это прямо. Так, давайте. Может быть, Михаил еще не готов к этому. Он еще не готов для ракеты. Психологически не готов. Действительно, наши клиенты, которые сейчас купят ракеты, это русских около 40 лет, которые уже путешествовали, которые были в Сан-Тропе, в Лондоне, которые имеют хорошую работу, неплохо заработают, которые уже имеют несколько Rolex дома. Вот, вот я хотел сказать. У них есть Rolex уже. У них это уже есть. Для них западный бренд, это уже не мечта, это уже не Грала. Это уже не то для того, что они готовы умирать. Для них уже пора вернуться к что-нибудь, которое близко к сердцам. Это, наверное, часы их, когда они были молодые. Или часы их отец. Да, родители и дедов. Да, совершенно верно. И эти люди понимают, это эти же люди, которые 10 лет назад одевали полностью вдоль Шегабана и Версачи. Они сегодня понимают, И считали, что это вверх, вверх счастья. Они сегодня понимают, что это было чуть смешно. Я их понимаю, в эти времена были так. Ну, действительно, страна, как Россия, с такая высокая международная культура, страна, которая была в космосе, страна, которая может производить МиГ-29, имеет полностью возможность стать такой же уровнем, как и Rolex и Patek TV. Без проблем. В Швейцарии пока у них не были никакие ракеты вокруг мира. Браво, браво, браво. Боже мой. Сердце кровью обливается. Я слушаю сегодня французского гостя, который говорит, вот так говорит о нашей с вами. Боже мой, спасибо вам, Жак. Давайте еще один вопрос у нас есть. Павел, добрый вечер. Вы в эфире говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Немножко попробуюсь. Я работаю в банковской сфере, держусь трассным поклонником часов. Я ношу японские часы «Оригент», швейцарские «Морис Лакрува». Вот, у меня вопрос к вашему гостю. Первое. Вот я сейчас нахожусь на вашем сайте, готов купить сейчас в режиме онлайн ваши часы. Какую вы гарантию даете в прямом эфире по вашим часам? Какие часы у вас на руке на данный момент? Ну, это звоните в офис, они вам все отвечают. Гарантии два года. Гарантии два года? Ну, и какие часы на руке? Вот, Павел, интересуется. А какие у меня сейчас на руке? У меня есть прототип часей, которые мы готовы к Олимпической игре в Сочи в 2014 году. Это пока прототип. У меня есть часы-летчики с циферблатом 24 США и часы для полярной экспедиции. И все никакой марки. Они все ракеты, конечно. Я вижу, кстати, да, и Павел, и уважаемые слушатели, это действительно так. Ну, во-первых, забавно выглядит то, что трое часов на руках сейчас у Жака, да? Бывает больше. Бывает больше, да. На левой руках, да, два, и одни часы на правую. Ну, они все, действительно, они все ракеты. Они все ракеты. Я думаю, что это нормально. Ну, а что касается, да, ответа на вопрос Павла по поводу непосредственно покупки, ну, есть. Ну, покупка, я могу здесь делать эфиры, чести рекламы и продажи. Это не нужно. Пожалуйста, в пиджаке еще есть. Нет, нет, нет. Конечно, этого делать не нужно. В офисе это отвечает все эти вопросы. Действительно, у нас гарантии, у нас условия очень стандартные, как большинство фирм, и мы стараемся сделать так, чтобы все были рады. Я думаю, с этим разберемся. Значит, вот интересные детали. Я прочел о том, что многие россияне, известные россияне, принимают участие в создании или в возрождении, давайте так говорить, этого нашего российского бренда. В частности, Наташа Водянова, она вот каким-то образом здесь тоже отметилась. Расскажите об этом, Павла. Ну, смотрите, наш проект действительно интересный, он уникальный. Такие проекты в России не так много. Я надеюсь, что их еще есть. К сожалению, да? Ну, к сожалению, их будет еще. Я чувствую, что сейчас идет такая война, что люди будут уже создать интересные проекты, кроме нефтегаза в России. И действительно, есть много людей, которые поддержат. Есть Наталья Водянова, которая сразу решила поддержать. Мы сначала не знали как, потому что у нас деньги на рекламу нет. Ну да. Благодарю Финам, что такая реклама сегодня. И она решила помогать и создать дизайн женских часов. Она изучила наш архив, у нас огромный архив, выбирали часы. А каким образом взаимодействует это? Вы на нее вышли или она заинтересовалась? Ну, я ее знаю, я ее знаю. А, вы знаете. Да, 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 да. Она очень хороший человек, она рад помогать. Что-то из России, она всю жизнь рекламирует западные бренды и, в конце концов, она поддержит русские бренды. Есть еще много людей из иммиграции, из русской иммиграции. Князь Ростислав Ростиславович Романов. Сейчас модно, потому что 400 лет дом Романовых. Он на нашем борт-директора и он тоже советник креативного отдела. Есть много людей из бизнеса, которые сейчас носят наши часы, они могут себе купить любые западные часы, они решили носить ракету. И мы их не подарили, мы часы не подарим. Это не люди, которые звонили и говорят, дайте нам часы. Дайте, я порекламирую их. Я порекламирую их. Похожу рукой, поразмахиваю, смотрите. Спасибо. Нам такие не особо нужны, надо кто-то действительно помогает. Мы очень рады любые люди, которые будут помогать. Сегодня у меня были встречи с молодыми фотографиями. Они решили сделать книгу с красивыми фотками, как люди работают и подготовят часы на заводе. Это все помогает. Дворец Петергоф, тоже, может быть, сейчас идет разговор с ним работать, чтобы часть туриста Петергофа мог пойти на заводе. Ну, это логично, конечно. Там 5 миллионов туристов в год. Мы соседние здания. Из этих 5 миллионов даже если 1% идет на наши заводы, то уже все. У нас будет уже хорошо. Есть люди в финансе. Мы сейчас ищем инвесторы. И у нас разговоры с разными инвесторами. Они кто-то уже положили деньги в нашем заводе, верят в это и так далее. Действительно, это... А инвесторы российские все-таки преимущества? Ну, у нас то и то. У нас хороший микс. Это такая международная организация. У нас хороший микс. И последний, вначале были почти только западные инвесторы. Ну, скромные инвесторы. Сейчас эти чуть побольше деньги. Мы ведем разговоры с русскими инвесторами. Даже если по идее, мы уже на связи со всех этих огромных западных фирмах, которые специализированы в люксе. Я их уже назвал, я не буду еще, но они все более-менее с нам связывались и рассматривают варианты инвестировать в нашем заводе. Мы очень надеемся, что это... Это похоже на православие веры. Надо верить чуть-чуть, потому что... Безусловно. Если смотрите наши финансы сегодня, действительно, у нас нет такие продажи, как Rolex. Это еще очень скромно. В 70-м годах это был самый большой часовой завод в мире. Они производили 5 миллионов часов в год. Это тоже производство, как цель Швейцарии в прошлом году из механических часей. На сегодняшний день это миниатюрный завод. Он не такой большой, как раньше. У него нет этот советский масштаб, где были 8 тысяч сотрудники. Сегодня у нас около 100 сотрудников. Ну, наверное, в этом тоже есть, да, некий бизнес, бизнес-идея, что не нужно держать огромный... Это другая цель. Тогда была цель независима от Запада, это там Сталин руководил. Это были другие цели, чем сегодня. Сегодня цель спасать ноу-хау, спасать исторический завод и поднять бренд на международный уровень. Вот те инвесторы, ну, в частности, меня больше, наверное, российские интересуют. Они чем мотивированы, когда они соглашаются инвестировать в ваш проект? Все-таки вот эта вот идея патриотизма, она больше давлеет? Или они действительно реально видят, что есть возможность заработать денег? Есть два причины инвестировать в нашем заводе. Оба и любая инвестиция, она в каком-то момент должна быть двигаться для инвесторов. Она должна дать ему дивиденды. Это логично. Это благодарительный фонд. Ну, у нас это чуть-чуть исключение, потому что еще идет, играет чуть-чуть патриотические ноты. Но все равно первая причина инвестирует в нашем заводе, это стратегически. Это более западное заводе. Если русских недостаточно инвестировать, вероятно, что все будет в западных руках, растет. Потому что они понимают, что у нас уникальный ноу-хау, который уже почти нет на западе. А русские бизнесмены, они это не понимают, потому что они не привык инвестировать в такой сортов фирмы. Всегда легче инвестировать в бизнес, который вы понимаете. Кто привык инвестировать в недвижимость, для него легко придется в здание, сколько квадратный метр, сколько стоит квадратный метр, сколько сдает в аренду, легко читать и так далее. Если вы специалист в нефтегаз, тоже легче инвестировать в бизнес, который вы знаете. Инвестировать в бизнес, который вы не знаете, Служны, потому что вы не все понимаете Вы не понимаете Жак, я вынужден прервать, сейчас новости еще раз мы послушаем Потом продолжим этот разговор Ну что ж, друзья, последняя часть программы Времени мало, поэтому я без всяких представлений Сразу же мы приступим к разговору И даже начнем с очередного звонка Звонок от Кристины Кристина, добрый вечер, вы в эфире Говорите, пожалуйста Здравствуйте, меня зовут Кристина У меня такой вопрос к господину Жаку Фантулье Вот сейчас послушаем Очень интересно вы рассказываете И захотелось посетить ваш завод Не подскажете, вообще экскурсии проводятся для людей И платные ли они Спасибо, Кристина, спасибо По поводу экскурсий Ну мы два слова уже сказали об этом Как это будет выглядеть Пока их нет еще, насколько я понимаю Нет, уже есть На сегодняшний день, вы знаете В Петергофе очень туристические периоды Летом, а сейчас не очень И мы еще не совсем готовы Если сегодня пойдете на заводе Сам директор завода вам все покажет За руку будет водить Это Анатолий Черданцев Очень хороший человек и очень добрый И вот Но, к сожалению, у него нет будет времени для всех И мы сейчас ищем в Петергофе человека, чтобы работать как гида И, наверное, найдем какой-то гид, который работает напротив дворца Который говорит разные языки И вот И действительно, мне очень рад показать завода Это стоит, это большая экскурсия Можно в одно время фонтаны смотреть Она платная экскурсия? Она бесплатна Она бесплатна Конечно, мы надеемся, что после визита Человек будет себе купить часы Задача другая Это мы не доставим Что хорошо Что каждый человек, который будет смотреть заводы Во-первых, он будет маленький посоль нашего завода Он вернется дома Он всем расскажет И всем еще расскажет дальше Это такой маленький пиарчик Выходит из завода В мир И создает хорошие новости о русском производстве Совершенно верно А потом еще забавно Ведь действительно В сезон, когда Когда лето В Питере, в Петергое в частности Все это выглядит как сказка Петергоф это сказка Это очень красиво Я сам вспоминаю Я был несколько лет назад Именно летом Значит, солнце яркое Голубое небо Купола золотые Они вот просто сияют И вода везде Фонтаны вот эти Просто сказка И на это Вот на это восприятие Человек оказался в сказке И тут еще посмотрел На часы ракеты И он понял, что это часы из сказки Ну, естественно, надо их брать Да, действительно И вы знаете Это не так рядом Из центра Петербурга Знаешь, что вы уже Цели час на автобус До Петергоф Вы смотрели Невероятный дворец И можно еще и смотреть Завод Жак, давайте вернемся Вот к чему Вы уже два слова сказали А специалисты Которые в частности У вас на заводе работают Ну, правда ли Точнее, логично ли сказать Что Ну, и То, что вы оказались Да В результате, значит Приехали поднимать Этот завод Правда ли, что После Советского Союза Не так много специалистов Специалистов С большой буквы Да, профессионалов Именно в этом бизнесе Сейчас в России Ну, в этой сфере Действительно Очень мало специалистов И нам повезло Что в нашей заводе Были 8 тысяч сотрудников Во время Советского Союза И Можно сказать Что каждый второй В Петергоф Он образован Часовчик И нам не так Тяжело Найти люди И специалистов В Петергофе Нам тяжело Найти молодея И Поэтому мы создали Часовая школя Чтобы обучить молодея Чтобы специалистов Которые уже То есть у вас при заводе Есть школа У нас школя Единственная Часовая школя В России Она, конечно Не официально Не оформлена Ну, понятно Мы возьмем Молодые люди Которые учили Механик Или что-нибудь Которые хочут Специализировать В часовой индустрии И они будут Учить вместе С старыми мастерами Которые на заводе Мы уже обучили Около 25 студентов И многое из них Осталось работать На заводе Конечно Мы желаем Что они остались Но этих специалистов Не так много И бывает Что мы их обучаем И потом Нас укроют Какая-то Швейцарская фирма Где их Ремонт Сервис ремонта Да А такое может быть Кстати Да, вполне Ну, да Действительно К сожалению Ну, слава Богу Представители Швейцарской фирмы В Петергофе мало Слава Богу Действительно Засланные казачки Я очень люблю швейцарии Потом мне будет Звонить посоль швейцар Что ты такое говорил Что ты такое говорил Значит Мы говорим о том Еще Что завод Постепенно Модернизируется Да Вот По крайней мере Сейчас он совсем Не тот Да Какой был Три года назад Уж я не говорю Часовое мастерство У нее Это особенность Что по идее Не особо Ничего не изменили Последние сто лет Часи производят сегодня Очень похоже На сто лет назад Разница в материале Сейчас используют Карбон Используют Разные Современные материалы Сафирное стекло Которое не существовало Сто лет назад Понятно Ну Концепция Инженерская работа И сам механизм Она похожа Она так и белая Так и будет Да Если хотите Статболе современнее Надо айфон Да Вот Ну Из Механической части Все как было Действительно В производстве У нас есть станки Которые очень старые Но они до сих пор Идеальны И хорошие Они отечественные станки Вот я хотел У нас есть Большая часть станки Мы сами их производили На заводе Ну Мы сейчас потихонечку Тоже купим Западные станки Они стоят Безумно Большие деньги Поэтому мы это Не все сразу Сделим Потихонечку Ну Потихонечку У нас сейчас план Покупка станки На будущий год Видели Последний бизнес план Который им показывали Бизнесмен Потенциальный инвестор Был на миллион долларов Вот Это новые станки Мы Западные станки Которые Может быть Из Германии Обычно Может быть Даже из Швейцарии Ну То есть Опять-то Мы говорим Что для того Чтобы Модернизировать Продолжать Развивать Этот бизнес Мы все-таки Вынуждены Использовать Как минимум Оборудование Которое произведено За рубежами России Потому что Здесь просто Такого нет Ну Бывают какие-то Станки Которые в России Просто нет Да Ну Большинство Наши станки Они и были Там На заводе Их и производили На заводе Именно на этом На этом На этом же заводе Хорошо Не так много Времени у нас К сожалению Осталось Я хотел бы Ну Как бы В конце нашей беседы Да Чтобы вы О неких перспективах Развития Ну и вашего Прежде всего Да Завода Ну и вообще Как вы смотрите На этот бизнес В России В частности Будут ли у вас Конкуренты Наши отечественные Конкуренты Или все-таки То что Все безнадежно Так сказать Да Сгинуло Надежда Огромная Я Очень уверен Что со временем Будет конкуренты Может быть Не в часовой индустрии Но как минимум В брендах Что будут русские бренды Что они будут сильные Я это очень-очень надеюсь Потому что это нам Тоже помогает А вот слава И полет Упомянутые здесь Они вряд ли уже Да Ну полет Мы стараемся Договориться с человеком Который им Предлежит полет Он уже год Я не буду говорить Но не отвечает Не отвечает Я не знаю Беспланы Я не знаю Что он делит С этим брендом Очень жаль Потому что это Один из главных Исторических заводов Слава Предлежит Одного Ферма Которая Сейчас Закажет Часы за рубежом И их продает В России Понятно Вот я не буду Комментировать Вот Действительно В часовой индустрии Вот Все что есть Все что есть Да Ну я уверен Что будут бренды И в одежде И в гальстуке И парфюме И макияже Это периоды Где Россия Жила просто Насчет западной бренды Закончилась Сейчас будет какой-то Минимальный баланс Невозможно Что девушки дальше Гуляли Полностью Одеты Дольше Габана И мужчины Полностью В этот Версачи Это чуть смешно Надо какой-то баланс Я не говорю Что эти западные бренды Плохие Они уникальны Они очень хорошие бренды И мы их смотрим Мы смотрим Как они делят Чтобы стараться Быть еще лучше Ну Надо какой-то баланс Ну смотрите Вот Опять Возвращаемся К теме брендов Она все-таки Такая всеобъемлющая Интернациональная Мы живем В глобальном мире И может быть не стоит Все-таки заморачиваться Вот я хочу Купить себе Какую-то одежду Костюм И я смотрю Что так исторически Сложилось Что лучшая Фабрика По пошиву костюма Или лучший бренд Костюм Тот же Версачи Или Армани Я люблю Армани Не потому что это Франция, Италия Россия или Америка А потому что он Лучший Как мне кажется Бриони То же самое с часами То же самое с автомобилем Может быть В этом дело Они действительно хорошие Они отлично Но большая часть Ваша покупка Это бренд Это место продажи Это бренд Вы хотите этот бренд Не только для Канье Потому что он теплый Потому что он представляет Что-нибудь Которое вам нравится Это что-нибудь Это может быть реклама Это может быть качество Это может быть история Это может быть Джеймс Бонн Этот пиджак Но есть что-то дальше Чем просто Этот пиджак тепло Мне не холодно И это Чудо От бренда Вот в чем Мне особенно Интересно В проекте Ракета Это почему Люди Будут купить Этот гальстук За 500 евро А не этот За 20 Которые Одинаковые качества Этот за 500 Он дает еще что-то Он дает Мечта Забавно Ну и Последние несколько слов По поводу бренда Вот это возрождение Условно говоря Отношение К марке К бренду К названию В России Вы ждете Это придет Из-за рубежа Все-таки Как вы приехали к нам Для того чтобы Повторю еще раз Поднимать Отечественный бренд Либо Это сознание Россиянина В какое-то время Всегда были бренды Всегда будут бренды Революция Были Фаберже И другие И сейчас будет Русский бренд Были маленький перерыв Были отказ Времени отказ От русских брендов За какие-то психологические Проблемы После развала Советский Союз Это периоды закончат И я думаю Что ракета Через 5 лет Будет открыт И в Париже И в Нью-Йорке И в Токио У нас будут Такие прибыли Что мы купим Свардж Групп и Ролекс Чтобы их закрывать Да Чтобы закрывать Да Действительно Зачем еще Я шучу Это была шутка Это шутка Да На всякий случай Нас слушают представители И они могут Конечно Напугаться Перспективами Это шутка Хорошо Я их очень уважаю Особенно волны Это очевидно Очевидно И тем более Что все-таки Если мы говорим О конкуренции Ну вот и на этом рынке Тоже Это не совсем Ну такая жесткая конкуренция Наверное Это еще и Какое-то Особенно Великие бренды Они очень хорошо Себе ведут И мы их очень любим Хорошо Надо бы это сказать Буквально Да Обязательно Протокол Что называется Жак Значит Буквально несколько слов Для наших слушателей Но не в плане рекламы Конечно А каких-то пожеланий Потому что осталось время Я уже не знаю Какой вопрос сформулировать Ну я хочу Желать Все случаи Финам Во-первых Я благодарю Финам Что нас предлагает Суда Что мы мог Отделить наш опыт С русское производство И я очень надеюсь Что с время Россия будет гордиться Россия И будет гордиться Своё производство Нет в ничем Стесняться Нет в ничем Хуже Чем на западе Такая страна Такая история Такая культура Можно гордиться На будущие Тысячи лет Огромное спасибо Друзья мои Я подчеркну Ещё раз Вот эти вот слова Ещё раз Да у меня Сердце обливается Сегодня в хорошем смысле На глазах слёзы Вот эти слова В отношении Нашей с вами родины Из уст Сегодня французы Звучат Но тем не менее Огромное спасибо Друзья мои Сегодня в гостях У меня был Граф Жак фон Палье Председатель Совета директоров Креативный директор Часового завода Ракета Ну и просто Я бы сказал Герой Потому что он Как вы понимаете Как вы понимаете Занимается очень Сложным делом Но тем не менее Смотрит вперёд И видит свет В конце туннеля Дай бог Чтобы этот свет Увидели и мы с вами Спасибо Жак Спасибо слушатели За внимание Успехов в бизнесе Всего хорошего До завтра До свидания